Украинские студенты попытались удивить Европу. Представители из разных вузов презентовали в Нидерландах инновационные идеи в создании экологически безопасных и экономичных автомобильных двигателей. В эко-марафоне приняли участие более 200 команд из 24 стран. Из Роттердама вернулась наш корреспондент Виктория Чистюхина. Перед началом эко-марафона харьковчане собирают авторскую модель ХАДИ-34. Лидер студенческой команды Александр Чернышев рассказывает о принципах работы авто и почему оно безопасно для окружающей среды. Мы стараемся сэкономить на потреблении энергии и просто используем ресивер. В нашем случае это простейшая баклажка из-под воды, привычная всем. Напротив украинцев готовятся к заезду депутанты команда из России. Студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета создавали свою модель полтора года. Экономичный расход топлива, который обеспечивает снижение токсичности выхлопных газов. Экономичный за счет чего достигается? За счет правильной программы. На эко-марафоне команды состязаются в двух категориях. Первые стартуют городские концепты. Основная цель – проехать большее расстояние с наименьшим расходом топлива. Участникам из Бельгии удивить организаторов не удалось. Я немного расстроен. Мы рассчитывали, что пройдем двухкилометровую дистанцию, но мы проехали чуть более одного. При этом израсходовали 130 миллилитров бензина. Это очень много. Рассчитывали на 65. В Роттердаме собралось больше 200 команд из 24 стран Европы. Каждая пытается удивить не только экономией энергии, но и дизайном. Организаторы эко-марафона компания Shell ставит первоочередной задачей энергетически эффективные решения, в рамках которой студенческие команды проектируют, создают и испытывают инновационные автомобили. Самое главное – это поощрять сотрудничество студентов и увидеть, как работают новые типы двигателей. Для себя я выделяю семь команд, среди которых, конечно, Украина. У команды присутствует дух сотрудничества. Я думаю, что это и есть основная определяющая успеха. На старте украинской «Хадзе-34» ничего не предвещало беды. Но, проехав всего полкилометра, у харьковчан оборвалась цепь. Самое надежное место. Никогда не было пререканий. Перед стартом еще на всякий случай поставили новый. Первый день эко-марафона в Роттердаме закончился раньше из-за дождя. Но большую часть автопробега участники все-таки откатали. На первый взгляд может показаться, что зрителей нет, и все закончилось. Но организаторов для всех небольшой сюрприз. Именно сейчас под дождем состоится открытие эко-марафона. Парадом под аккомпанемент музыкантов из Роттердама прошли участники прошлых лет. Больше всего за всю историю эко-марафона победу французов. После двухдневных соревнований французы стали лидерами. И на этот раз показав лучшие результаты в обеих категориях. Виктория Чистехина, Александр Соколов, телеканал Донбасс.